Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Интервью». Как бизнесмены могут решить свои проблемы законным способом, но без обращения в суд? Можно ли при этом сэкономить не только время, а значит и деньги, но и нервы? В палате предпринимателя «Атамикен» нас заверили, что это возможно, и бизнесмены таким шансом уже пользуются. В 2014 году был открыт Центр арбитражного и третейского разбирательства. О результатах его работы мы сегодня и поговорим у нас в гостях. Генеральный секретарь арбитражного центра национальной палаты предпринимателя «Атамикен» Аскар Халбайф. Аскар Халбайф, здравствуйте, добрый вечер. Во-первых, мы благодарим вас за то, что вы открыли наше предложение, принять часть сегодня с программы, ну и, разумеется, ответить на ряд имеющихся у нас к вам вопросов. Начать хотелось бы, ну, может быть, с банального, да, но, тем не менее, какую роль вообще играет ваш арбитражный центр в решении проблем бизнесмена, в решении проблем предпринимателя? Какую вы видите свою миссию? Наш арбитражный центр «Атамикен» нацелен на разрешение гражданских правовых споров в альтернативном порядке. То есть, как вы уже сказали, у нас есть судебный порядок разрешения споров, и арбитраж предоставляет возможность сторонам, предпринимателям или участникам любого гражданского правового договора разрешить свои споры цивилизованно в арбитраже. При этом решение арбитража обладает такой же юридической силой, как и решение государственного суда. Ну, а сейчас нам хотелось бы более подробно, наверное, продолжить ту линию, которую вы начали. Тогда поговорим немного об отличиях вашей работы и государственного суда. Ну, во-первых, почему, на ваш взгляд, предприниматели должны, ну, или чем им выгоднее обращаться в арбитраж для решения своих проблем, для решения своих вопросов? Арбитраж как способ альтернативного разрешения споров уже существует много лет в развитых странах. У нас он тоже начал с 90-х годов развиваться. В настоящее время все еще становление, я думаю, происходит арбитража. Какие основные отличия, какие основные преимущества? Это, во-первых, возможность стороны спора назначить самостоятельно арбитров, которые будут разрешать споры. В госсудах вы знаете, что назначается просто есть судья, которому передается дело, и он разрешает спор. Стороны не знают ни судью, ни его авторитет, ни квалификацию и так далее. В арбитраже же стороны сами определяют арбитр, которым они доверяют, которые они знают, что обладают репутацией, опытом. То есть таких ведущих людей означает в качестве арбитров. Это во-первых. Во-вторых, стороны сами определяют процедуру разрешения спора. То есть сроки, место, язык, принимая право, все организационные моменты стороны самостоятельно уже делают. И если они по каким-то моментам не договорились, то действует наш регламент арбитражного центра. Насколько мне известно, даже вполне возможно организация проведения заседаний просто онлайн, по конференц-связи, посредством современных технологий, то есть даже без физического присутствия. У нас так и происходит. То есть стороны сидят в разных местах, арбитры другими. И в принципе по телефону, по видеоконференц-связи это происходит. Это очень удобно. То есть нету какого-то формализма, который есть в госсудах. То есть все это просто. Люди общаются, какие-то доводы свои дают. И на основе этого арбитры выносят свои решения. Ну, то есть сейчас скажешь, что у вас именно так и происходит. Об этом подробнее. Как часто и с какими вопросами, с какими проблемами обращаются к вам предприниматели, бизнесмены? Ну, это споры, вытекающие из гражданского права договора. То есть, например, договор купе-продажи, поставки, подряда, оказание услуги и так далее. Различные договоры именно гражданского правового направленности. Вы с 2014 года работаете. Сколько дел рассмотрено, да? Формулировка такая же, наверное, стоит. Сколько дел рассмотрено в вашем арбитражнице? Несмотря на то, что мы создали в 2014 году, мы считаем себя фактически правоприемниками международного арбитражного суда, который работал при торгово-промышленной палате. И в этой связи, то есть мы, можно сказать, продолжаем деятельность данного суда. И буквально с 2014 года по сегодняшний день рассмотрим около 20 арбитражных дел. То есть, с учетом небольшого периода времени, я считаю, что это хороший показатель. Хорошо. Можете ли вы сейчас привести какой-то пример? Ну, вот говорят, когда готовился к интервью, на просторах интернета достаточно много разных мнений относительно арбитража, в том числе, что одно из преимуществ – это экономия времени. Можете ли вы сейчас, ну, скажем, может быть, на каком-то конкретном примере нам привести разницу в рассмотрении дела в арбитраже и в государственном суде? Ну, это относится к продолжению тех преимуществ, которые я начал перечислять. По времени, в среднем, вот, наш опыт показывает, что рассматривается дело около двух месяцев. То есть, там проводится минимальное количество заседаний, два-три заседания, объявляется решение, решение является окончательным. Еще одно важный момент – его нельзя обжаловать по существу спора, то есть, в каких-то вышестоящих или в судебных инстанциях. Только по нарушениям процедурного характера можно обжаловать данное решение. Как вы знаете, в госсудах есть апелляционные, касационные инстанции. И с учетом вот долгого рассмотрения спора, это занимает около 10-12 месяцев, может рассмотреть, может занять время. То есть, у вас в течение двух-четырех месяцев в государственном суде 10-12 месяцев, по вашему почету. Да, но, понимаете, если стороны видят, что необходимо еще дополнительно провести заседание, изучить какие-то доказательства, то мы смотрим на пожелания сторон. Решение и желания сторон самое главное в арбитраже, и от этого мы отталкиваемся. Главное, чтобы спор был решен справедливый и обоснованным образом. Ну, кстати, оперативность, она вполне возможно достигается еще и за счет того, что в арбитраж люди идут добровольно. То есть, они готовы искать какой-то компромисс, они готовы идти друг к другу навстречу. В государственных судах, я думаю, не всегда есть такое стремление навстречу друг к другу. Что по оплате? Потому что арбитраж суд, так же, как и государственный суд, все-таки нужно оплачивать свои услуги. Да, и это является следующим преимуществом. Дело в том, что арбитражность сбора является в два раза меньше, то есть расходы в два раза меньше, чем в государственных судах примерно посчитали. На что направляется арбитражность сбора? Это на гонорар арбитров, потому что те люди, которых мы привлекаем, которых назначают стороны, они требуют, ну, это время, это деньги, и за это им требуется гонорар. И вторая часть сборов, это наши административные расходы, связанные с помещением, с организацией заседаний. У нас есть шкала сборов, и чем выше размер иска, тем, соответственно, меньше сборы, исходя из процентов к иску, к размеру иска. Но в любом случае на данный момент не превышает 2%. В госсудах, вы знаете, 3%, госпошлина составляет 3% от суммы иска. Вне зависимая? Да, да, вне зависимая от суммы иска. И если идет обжалование в кассационной инстанции, то необходимо 50% от первоначальной госпошлины еще раз заплатить. То есть это еще 1,5%? Да, это 4,5% от суммы иска, то есть сумма значительная получается. Хорошо, теперь по непосредственно тем, кто вершит правосудие в этих арбитражных судах. По какому принципу выбираются, как они попадают в число арбитров? Дело в том, что у нас есть рекомендованный реестр арбитров. В него входят ведущие профессионалы, скажем, в Казахстане, то есть ведущие юристы, доктора наук, кандидата наук, который обладает большой репутацией, и многим эти фамилии, то есть они учились, многие у них, они писали книги, учебники, статьи и так далее. То есть даже те судьи, которые решают дела в госсудах, они учили свое время, например, по этим учебникам, этих людей. То есть это мы стараемся привлекать ведущих юристов в наш реестр. Но при этом не обязательно быть юристом для того, чтобы быть арбитром. То есть если, например, в сфере недропользования нефтяники думают, что для их разрешения спора есть очень уважаемое лицо и авторитетное в нефтяной сфере, без проблем он может также быть арбитром. Хорошо. Вот мне бы хотелось сейчас уточнить еще один небольшой момент, который все равно не дает мне покоя. Вы сказали, что было рассмотрено около 20 дел. Ну и вроде как считается, что это нормально. В моем понимании, может быть, это не так много, могло бы быть, наверное, и больше. Все-таки в чем причина того, что, учитывая особенно, что наши государственные суды, они, грубо говоря, завалены такими делами. Почему не так много обращений идет к вам? Действительно, мы бы хотели большего количества рассмотрения дел. То есть не большего количества споров, а больше количества рассмотрения споров у нас, нежели чем в госсудах. Вы правильно сказали, они завалены делами. Я считаю, что арбитражи являются очень хорошей подмогой для государственных судов. Причина, я считаю, что это отсутствие информации у предпринимателя в отношении такого передового способа разрешения споров. Мы проводим сейчас встречи с предпринимателями в регионах в том числе. И многие, я вот откровенно скажу, многие не знают о таком способе разрешения споров. И удивляются, когда начинаешь перечитать вот эти все преимущества, они говорят, ну мы раньше не знали, то есть это хороший способ. И дело как раз в этом. И я считаю, что по завершению нашей презентационной работы, разъяснительской работы, я думаю, что количество дел в нашем центре увеличится. — Насколько мне известно, для того, чтобы обращаться в арбитраж, это нужно обговорить заранее, да? — Да. — Вот об этом можно несколько подробнее? Потому что даже то, что вы сейчас рассказываете людям, если они уже предприниматели, работают между собой и имеют определенный договор, в котором не прописано это, вот как им быть? — Ну, сразу хочу сказать, что если какие-то вопросы возникают, вы можете связаться с нами, с Национальной платопринимателем, нашим арбитражным центром «Атамикен», им полностью проконсультировано любого, который будет интересоваться. В отношении вопроса... — Вот это и вот нюансы этого. — Да. — По наличию в договоре, насколько это важно? — В отношении оговорки, основанием для обращения в арбитраж является включение в договор оговорки о том, что все споры, вытекающие из данного договора, будут рассматриваться в арбитраже, то есть конкретно в нашем арбитражном центре «Атамикен». Или же стороны могут заключить отдельное арбитражное соглашение, в котором то же самое содержание предусмотреть. Но это сделать необходимо все-таки на этапе заключения договора. Как мы знаем, многие предприниматели, когда заключается договор, они основные цену, количество, все это договорились и начинают расслабляться. Но я думаю, что расслабляться рано и необходимо включать арбитражную оговорку в этом случае. Потому что без наличия арбитражной оговорки арбитражный суд не имеет права рассматривать данный спор. Это важно. — И не менее важно все-таки исполнение решения арбитражного суда. Мы сейчас сказали, что решение арбитражного суда, оно по силе, по важности, оно равно решению государственного суда. Как обстоит дело с исполнением, то есть какова процедура? То есть если у государственного суда есть апелляционный, кассационный, может быть там Верховный суд, есть судебные исполнители, какая схема вот здесь? Как я уже сказал, решение арбитража является окончательным. И по идее стороны должны добровольно исполнить арбитражное решение. Но как мы знаем, что иногда бывают случаи, когда стороны... — Но в любом случае кто-то доволен, кто-то недоволен. — Кто-то недоволен, но вопрос так, что они договорились об арбитраже добровольно, поэтому будьте добры исполнять. Но если добровольно не исполняется решение, то тогда имеется тот же механизм для принудительного исполнения государственных судебных решений. То есть можно обратиться с нашим арбитражным решением в государственный суд и получить исполнительный лист. На основании данного исполнительного листа можно пойти к судебным исполнителям и исполнить данное решение. — К частным или государственным, или там уже сами выбирают. Еще один момент. Буквально несколько дней назад был подписан закон об арбитраже и там были внесены определенные изменения. Мне хотелось, чтобы вы сейчас немного об этом подробнее. Каковы такие наиболее ключевые принципиальные изменения, которые внедрены в новое законодательство? Самое главное, объединены два закона. Был раньше закон о третейских судах и о международном арбитраже. Он различался по составам. Если третейский суд рассматривал дела только с участием резидентов Казахстана, то международный арбитраж с участием нерезидентов. Сейчас объединенный закон об арбитраже действует и вступает в силу. И в соответствии с этим законом не имеет значения, это резидент или нерезидент, регулируется одним нормативным документом. То есть это упрощает. При этом, конечно же, есть ряд нововведений таких хороших. Например, устранен принцип законности как основание для отмены арбитражного решения. То есть раньше было опасение, что государственный суд может провести ревизию арбитражного решения и сказать, что вы неправильно применяли закон и отменить наше арбитражное решение. На данный момент данное противоречие исключено и принцип законности в том виде, в котором он был, он исключен как основание для отмены арбитражного решения. То есть государственный суд не может пересматривать либо изменять решение арбитражного суда? Да, только если были какие-то нарушения процедурного характера. Например, какая-то из сторон была не уведомлена о наличии спора, ущемляются ее права и это полностью обосновано, если арбитражное решение будет отменено по данным основаниям. К сожалению, эфирное время, отведенное нам, завершилось, но мы, разумеется, благодарим вас за то, что вы сегодня приняли у нас участие. Ну и, разумеется, традиционно желаем вам вашей работе успехов и удачи. Спасибо вам большое. Большое спасибо вам, уважаемые телезрители. Я напоминаю, что у нас в гостях был генеральный секретарь арбитражного центра Национальной палаты предпринимателей Республики Астанат-Амикен Аскар Халбай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова